Привет! С вами канал Поделки Самоделки. Есть отличная идея легких поделок из бумаги. Сегодня я покажу, как сделать подарочную коробку своими руками. В нее можно положить любой подарочек или сюрприз. Бумажная коробочка смотрится очень оригинально и красиво. Кто с этим согласен, ставь лайк. Ну а мы начнем. Нам понадобится прямоугольник размером 21 на 10 сантиметров. С коротких сторон делаем пометки следующих размеров. Соединим отрезками. По длинной стороне по всей длине делаем пометки шагом в 2 сантиметра. Надрезаем по ним, доходя до линии. Последний кусочек обрезаем, а также из другого угла. Они нам не понадобятся. Делаем сгиб с обратной стороны. И надрезаем на глаз мелкими шажками, чтобы в дальнейшем нам было удобно закруглить коробочку. Загибаем также и с параллельной стороны. Нанесем любой клей вот сюда. Небольшое количество. И склеим обе стороны вместе. Теперь приклеим дно для подарочной коробки. Для него нам понадобится небольшой кусочек того же цвета. Нанесем клей по всей окружности. И приклеим. Немного придавим любым предметом все надрезанные части внутри. Хорошенько прижимая их к дну коробки. Для лучшей склейки. После того, как клей высохнет, обрезаем все лишнее, что торчит. На белой бумаге с помощью колпачка от маркера рисуем ровную окружность. Раскрасим черным цветом, оставляя блики в будущих глазках. Если нужно будет сделать два глаза, сложите пополам и вырежьте. А мне нужен только один, поэтому я складывать не буду, а просто вырежу. Приклею его. Второй глаз нарисую маркером. А еще реснички и ротик. Розовым цветом подрисую румянец для кавайной мордашки. Надрезанные верхние части загибаем одна за одной, по очереди. Таким образом будет закрываться наша коробочка. Декорируем бантом. Возьмем полоску 21 на 2 см. И от края отмерим 7 см. И 14 см. Делая пометки карандашом. Круглым предметом будем изгибать полоску в нужную сторону. На первую отметку нанесем клей и склеим. Загибая край. Еще раз нанесем клей в то же место. И склеим другую сторону. По второй отметке. Чтобы она ложилась прямо на клей. Проделаем такие же действия еще раз. Но на этот раз делаем небольшие отступы от края. Получился интересный бантик. Лишнее просто обрезаем. По центру декорируем красивой бусиной, стразой или пуговицей. Чем угодно. Смотрится бантик очень красиво. Приклеим его на подарочную коробку. Которую мы с вами сделали своими руками. Дарите подарки своим родным и друзьям. До следующего видео, друзья. Пока-пока.